Всем привет, дорогие друзья! Приглашаю вас посмотреть прохождение планетарного боя с неблагоприятным названием Помойка в игре Космический Рейнджер 2. Главная достопримечательность этой карты это огромный жирнющий пингвин размером с целого робота. Видимо, отъелся где-то здесь. И такое вот зеленое ураново-плутоневое небо. Довольно экзотично, нечасто его можно встретить. Я эту карту отношу к разряду карт, которые не очень. Но знаете, есть такие карты хорошие, есть карты плохие, а есть вот карты, которые не очень. Вот это именно такая карта. Почему так? Да потому что на старте нет никакой базы, никаких ремонтников, то есть даже не подлечиться. И что же, казалось бы, в этой ситуации делать? Ведь впереди 4 ракетницы, и вот здесь огромное количество. На этом все можно довольно легко слиться. Но как же все-таки этого не сделать? Давайте узнаем. Есть у нас в закромах роботы с разрядниками, которыми можно ракетницы отключить. Но это только пол-дела. Ведь нужно еще правильно все поставить. Но если умеем правильную расстановку, то как бы сложности здесь не возникнет. Ctrl-1 первый отряд, Ctrl-2 второй. Роботы с разрядниками, обратите внимание, стоят впереди. Едем одновременно, ракетница отключается. Отключили, газуем роботом с разрядником тут же назад, потому что принимать урон ему совершенно не нужно. Это абсолютно не его задача. И вот они все выживают прекрасненько. Теперь повторяем данную операцию. Нужно только всех найти заново. Ракетница, обратите внимание, бьет довольно больно, довольно издалека, с горы. И это, конечно, неприятно совсем. Отличненько. Роботы с разрядниками выжили все. Формируем точно такой же отряд. То есть, этих назад, этих вперед. Радиус действия ракетницы, ну, то есть, вот она вот здесь уже достает. Так что, поосторожнее с ней, а то можно грести очень сильно. Если у вас все-таки не получается, можно попробовать вынести это все в ручном режиме, но оно вам надо после патча, ведь ракетница стреляет очень уныло. Я сомневаюсь, что это вам нужно. И вот поехали опять-таки всеми одновременно вперед. Если выживем, то отключим. Да, отключается ракетница. И опять-таки газуем разрядниками назад. Чтобы по ним не било. Сейчас ракетница, скорее всего, включится и успеет сделать залп. А нет, не успела. Но вот первое препятствие ликвидировано. И, как видите, все целы. И здесь есть очень классный багаюз, который я вам сейчас продемонстрирую. Но прежде этого давайте опять правильно встанем. Чтобы у нас потом не возникало проблем с формированием колонны. Вроде никого не забыли, вроде всех сюда привели. Хорошо. Огнеметчика вот сюда. Сейчас вы увидите немного уличной магии. Разрядники опять-таки идут вперед, потому что разрядники должны отключать. Это их главная задача. Только вот где они? А, вот они. И вот немножко уличной магии я вам сейчас покажу. Берем подручное управление, разгоняемся. И смотрите, чем можно сделать. Это же здорово. Это просто обалденно. Наша задача пробить Тирона ровно настолько, чтобы он смог уничтожить ракетницы, но не смог захватить базу. А вы думали, зачем вам огнеметчика здесь дали, а? Хм, то-то же. Очень классный багаюз. Нам ничего не могут сделать, хотя зубы у них Тиронские их скрипят, я это чувствую. Слышу даже отсюда скрип их зубов. Две колонны тем временем как-то нужно организовать, чтобы не возникло проблем с переправой вверх. Подъем здесь крайне медленный, поэтому если у вас ракетницы останутся целы, то будет вам не очень. Опять-таки харасим Тирона, чтобы не смог он сюда целым дойти, не смог взять базу. Так, что у нас здесь? Ракетницы начинают понемножечку заканчиваться, я это вижу. И можно уже выдвигаться вперед, наверное, было бы, но пока что рано. Пока что рано. Слишком нужно подождать. Я уже думал сейчас вперед рвануть, а вот нет. А вот и нет. Тирон собирается для решительного наступления на оставшейся ракетнице. Нужно его поджевать перед этим процессом. Келлер, смотрите, пришел его захватывать, очень мощно на него накинулся, я даже видел там сейчас вспышку хлопушки, вот это было довольно интересно. Хм. Ну и что же, так и будешь стоять под огнем, что ли? Ну и дела. Я понял, Тирон сейчас ему не до этого. Хотя нет, смотрите, пошел он вроде как выдвигаться пробовать. Прикольное зеленое свечение у вас здесь сверху, когда в ручном режиме, значит, смотришь. Ну вот, Тирон понял, кажется, что ему там ничего не светит, да? И мы теперь займемся вот этой ракетницей, которая к нам самая ближайшая. Или не займемся, потому что вроде как он сюда собрался сам. Непонятно, непонятно, что он собирается там делать. Ракетница точно так же достается из огнемета, с разгончика. То есть, вот, смотрите, струя долетает вполне спокойно. Что теперь сделаем? Я все-таки вижу, что Тирон, похоже, не горит желанием сюда идти сам, поэтому придется выдвигаться вперед колоннами. Берем огнеметчика, пускаем вперед, а за ним идет первая и вторая колонна. Огнеметчика берем вручную и бахнем по ракетнице, потому что она сейчас будет делать гадость. И вот ракетница уничтожается. Прекрасно. У нас все выживает. Все идем сюда. Нужно отключить ракетницу. Прекрасненько. И выжить бы еще при этом, самое главное. Ну вот, отключается она второй раз, отключается еще раз. Значит, разрядники сделали свое дело. А вот кто нас атакует, не ясно. А! Блин! Это же моя ракетница! Бывает. Бывает. Итак, я вижу, что ползет вперед Тирон. Нужно срочно что-то предпринять. Иначе будет скверно. Ну, хотя бы вот так. Хотя бы вот так. Сейчас он сюда придет. Здесь проходик, в который мы с удовольствием сжахнем из огнеметиков. Только вот струя сейчас крайне неправильно как-то полетела. Тем не менее, так или иначе, Тирон заканчивается. Потерей у нас нет. Абсолютно замечательно. Целая армия осталась. Я очень доволен таким исходом. Здесь есть нейтральные заводики. Обратите внимание, которые можно захватить, получать с них ресурсы и лимит. Но делать мы это будем чуть позже. Сначала нужно дорваться вот сюда. А к неметчика, наверное, ну, оставим здесь на базе на всякий случай. Дорвемся сейчас вот сюда мы. и попробуем взять Тирона за металлические части самого разного характера. Ой-ой-ой, какие все пробитые. Друзья, вот без ремонтников, конечно, очень скверно, очень плохо. Нам бы отличиться, но не дают нам это сделать просто, потому что лимита нету, сами понимаете. И ремонтного робота не построить. Вот это крайне неприятно, конечно. Тем временем, Блайзер, похоже, приходил здесь все захватывать, но не очень-то у него получилось, как я вижу. Отлично. Заводик захватывается, но лимит войск все еще слишком большой. Нам нужно выдвинуться вперед, уничтожить, во-первых, вот этого огнеметчика и идти пробовать убивать Тирона. Ой-ой-ой, ракетница, нужно сфокусировать на ней огонь, иначе сейчас толпа рассыпется под огромным сплэшем. Я уже начинаю тереть войска, но вроде пока все более-менее нормально. Захватывается Тиронская база, захватывается она у нас ракетчиком, самым таким подбитым, чтобы не было обидно и мучительно, больно, забесцельно. Ведь ракетница так понерфили. Блайзер, смотрю, разожрался, довольно неплохо разожрался, по миникарте видно. Ну, Тирон захватывается. И, друзья, теперь наш победоносный момент. Мы можем построить себе ремонтника и вылечить все это дело. Чего мы не могли сделать очень-очень долго. И сейчас наша задача крайне проста. Просто постоят здесь ребята и подлечиться. Это займет некоторое время. Где наш огнеметчик? Хороший вопрос. Где-то здесь. Тоже довольно подбитый. Ну, пока без дела здесь, конечно, слоняться мы не будем. Мы пойдем пакостить. Вот сюда. Хотя бы собьем вот эту лазерную турельку, чтобы время нам зря не терять. Ну, хотя бы подгорит немножечко и будет здорово. Я сейчас жду, когда закончится отхил всех-всех-всех пацанов вот этих. Потому что без этого идти вперед довольно глупо. Ресурсов, считайте, и так нету. А если вы потеряете много войск, то прохождение карты значительно затянется. Я думаю, оно вам не надо. Ну вот, кажется, все отличились прекрасненько. Нам бы теперь перехватить заводы в центре. Потому что они стоят пустые. И это, в общем, довольно хороший ход. Огнеметчика по традиции оставляем здесь. На всякий случай построим на базе защиту, потому что непонятно, кто туда может прийти. И лучше все-таки ее закрыть, чем не делать этого совсем. Ремонтника не пускаем вперед, потому что он обожает сливаться под ракетницами. Уже я-то знаю, поверьте. Ну вот, как-то так мы уничтожаем оставшиеся ракетницы без особого труда. Сейчас настанет время вторгнуться на соседний заводик, потому что он стоит пустой, Блазер даже не додумался его застроить как-либо. Сейчас он об этом должен пожалеть. И вот у меня наконец-то освободился лимит, я могу себе позволить подстроить наконец нормальных роботов. Неужели я это могу сделать? Тот Блазер вроде как очухался, но слишком поздно я уже туда иду. Слишком поздно, дружище. Ушко достроилось, но это в общем все, что он здесь похоже смог сделать. И вот здесь можно на самом деле построить ракетницы, которые будут шпарить по всем, кто здесь возымеет наглость оказаться. Тем временем, что вижу здесь, вижу, что Блазер идет в наступление, можно закрепиться на этом мосту. Давайте так и сделаем. Неплохо бы ремонтника достроить за компанию, потому что именно его-то здесь и нету. Забудит, захватывается. Отлично. А здесь мы построим скорее всего ракетницы себе. Вижу, что Блазер собрался именно сюда. Наверное, стоит призвать даже подкрепление, потому что фиг знает, чем это все закончится, а войска бы терять не хотелось. Да нет, довольно слабые роботы идут, но я думаю, я все-таки сделал все довольно правильно. И здесь бы тоже неплохо ракетницы построить, потому что непонятно, что здесь будет происходить. И лучше защиту все-таки иметь, чем не иметь. Ну вот, вроде здесь мы более-менее все сделали. Можно теперь идти на низ вот сюда. Вверх я пока сюда идти не хочу, на Блазерскую базу. Почему? Потому что вот отсюда на нее заходить очень невыгодно. Там роботы теряют цель, и вы получите гораздо больше урона, чем нанесете. В общем-то, поэтому это и совершенно не нужно. Мы тем временем выдвигаемся вперед, уже что-то может у нас получиться. Вижу здесь войска Келлера, но они немногочисленны. Роботы из-под крепления абсолютно отвратные. Ну, надеюсь, танкануть ими получится что-то там. Угу, здесь мы стоим возле ракетницы, которая нас не трогает. Ну, почти не трогает. И можно будет Келлера сейчас уже захватывать. Я не вижу для этого никаких препятствий. Давайте так мы и сделаем. Сможем захватить-то огнеметчик? Ну, попробуй. Что скажешь? Захвачем завод А, понятно. Я вас понял. Ну, давайте каждый будет фокусировать свою цель. Пожалуйста. Ну, вот. Это значительно лучше. Избавляемся от бесполезных ракетчиков и, в общем-то, строим нормальные войска. Сейчас мы вторгаемся через низ вот в эту область. Это у нас должно получиться. База... База не захватилась. Смотрите, это, видимо, опять ракетчик взорвался без особой видимой причины. Такой баг довольно часто встречается и сделать к ним, к сожалению, ничего нельзя. Дострою здесь ракетницы, потому что может прийти блазер. Мне это совершенно не надо. и достраиваем лимит, который у нас вообще, в принципе, есть. Он нам тоже пригодится. Сейчас мы массированным наступлением попробуем стереть это крыло правое в порошок. Есть здесь довольно прикольное строение. Смотрите, выглядит оно вот так, но особой практической функции оно не несет. Его даже захватить нельзя. Но выглядит довольно экзотично, согласитесь. Здесь даже на птицу какую-то чем-то похоже. Прикольно смотрится. Итак, мы ведем наступление на блазерскую базу. Первый отряд, второй отряд. Поехали. Блазер тем временем решает выдвинуться через северную сторону. Я это вижу. Он явно нацелился на завод. Завод нужно спасать, а то будет плохо. У нас не хватает плазмы, поэтому строим лазеры. По-видимому. Чтобы хоть как-то лимит забить можно было. Потому что двух роботов там конечно будет явно недостаточно. Отправляем сюда, теперь смотрим что творится здесь. Здесь заводики захватятся, я в этом не сомневаюсь. Ну и постоим пока тут. Захватим заводы. Что творится здесь теперь мне интересно. Они снесут сейчас лазерную пушку и нужно встать в строй, чтобы отразить это нападение. Я бы даже, знаете, сюда еще роботов отправил. Лишним не будет. Уж точно. И вроде как здесь ничего такого страшного случиться не должно. нужно. Нужно бы вообще встать вот сюда, чтобы освободить огонь ракетницам, которые стоят сзади. Да, вот, пожалуй, это будет значительно лучше. И все, здесь прекрасно. Теперь идем торгаться сюда. Эту армию назначим как третью, чтобы быстренько можно было сюда переключиться. И добавим, наверное, сюда ракетниц тоже, чтобы вообще не оставить блазеру шансов. Встаем на захват. Блазер начинает активно строиться с этой базы, потому что понимает, что дело его плохо стало. Ну и вот. Чем больше заводов захватываем, тем больше у него сокращается лимит, тем проще будет нам в конечном счете. Вижу, что скопилось некоторое количество ресурсов, значит, можно подстроиться еще. И поехать. вот сюда. Так, далее вторгаемся опять двумя армиями, по традиции, по нашей славной. Но вижу там три лазерные пушки, и вот просто так их взять, конечно, не получится. Здесь еще, видите, очень узкое пространство, и роботы выходят по одному, по два, вместо того, чтобы идти нормально. Я думаю, наверное, лучше будет немножко отступить и вот этой армией захватить вот этот блазерский завод. Смотрим, что происходит здесь. здесь все не очень хорошо, потому что, как я уже вам сказал, очень узкий проход, и тяжело в нем нормально воевать. Но мы сейчас это сделаем. Я вижу, впереди, кстати, идет огнеметчик, который, возможно, сюда доберется. Если доберется, я буду немножко огорчен. Нет, не добрался. Вот теперь можно, раздолбав волну, вполне спокойно вторгаться. Здесь на потери я не смотрю, как бы, справляется, да и ладно. встаем на захват. Отлично, можно вторгаться на блазера. Ремонтника главное не отдать. А вот турельки сейчас лопнут. Это здорово. Просто замечательно. Ну что ж, не зря я подстраивал большой лимит войск. Пригодился он мне. есть у меня что-то бесполезное. Да, вот этот робот на траках пускай захватывает базу. Избавимся наконец от него, чтобы нам скорость армии не тянул вниз. У блазера осталась всего одна база, ее мы вскоре захватим. А пока что можно отсюда уходить. Главное, чтобы он сейчас не взорвался, а то было бы глупо. Ну, захватывает. Молодец. Справился. Заводик захватывается тоже прекрасно. Теперь можно выдвинуться уже и вот сюда. Подстроим немножечко мы с первой базы, наверное. Или не подстроим. Потому что уже лучше отсюда, наверное, строить. отлично. Очень много роботов, потому что получили мы значительное преимущество в ресурсах. Поэтому можем подстроить очень много. И вот у блазера не остается решительно ничего почти. Скоро мы его сломаем. Можно уже без страха идти, там всего две ракетницы. Я даже не буду захватывать завод. С этой стороны просто заходить значительно более удобно, нежели с другой. и вот они почему-то решают рассосаться. Позволять этого нельзя, потому что как я сказал, с этого прохода заходить не нужно. Это не очень реально. Хорошо, выдвигаемся. Осталось совсем немного. Осталось совсем чуть-чуть. Опять-таки не смотрю особо на потери ракетница ракетница рано или поздно сейчас лопнет и у блазера не останется ни единого шанса. И вот таким вот образом он захватывается. Что ж, друзья, таким вот было прохождение данной карты, карта, от которой порой может сгореть и серьезно сгореть, но надеюсь она вам понравилась. Так что, если это так, пишите комментарии, ставьте лайки, говорите, что думаете о видео, ведь все это очень интересно знать и помогает сделать новые серии как можно лучше. Ну а если видео вам особенно понравилось, вы можете поддержать канал денежкой по ссылке, которую легко найдете в описании. Вступайте в группу ВКонтакте, там всегда найдете расписание новых серий и еще больше полезной информации. Встретимся с вами в новенькой серии прохождения. Пока-пока!